Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» с главными новостями региона. Познакомлю вас я, Татьяна Трофимова. Смотрите сегодня. Больше четырех часов вопросов и ответов. Наша съемочная группа работала на большой пресс-конференции Владимира Путина. Где в Чубоксарах пройдет парад в честь 75-летия Великой Победы. На заседании рабочей группы обсудили предстоящий праздник. Великолепная пятерка и вратарь. В Чувашии стартовал республиканский этап всероссийского турнира «Золотая шайба». Сегодня президент России Владимир Путин провел большую ежегодную пресс-конференцию. Она длилась 4 часа 18 минут. Было задано более 70 вопросов. В этом году навстречу аккредитовалось рекордное количество представителей прессы. 1895 человек. На пресс-конференции работала и наша творческая группа Анжелика Григорьева и Андрей Шоклев. За 4 часа 20 минут 58 журналистов смогли задать свои вопросы. Центральными темами 15-й пресс-конференции Владимира Путина по традиции стали экономика, международная обстановка и региональные проблемы. Свой вопрос мне задать не удалось, а вот узнать, что же волнует моих коллег из других регионов, получилось. В Центре международной торговли многолюдно становилось уже с 7 утра. Пока одни журналисты выстаивали очереди для получения аккредитации, другие уже вовсю общались с коллегами и вели прямые трансляции. По традиции привлекали внимание пишущие братья и все, кто приехал на мероприятие в национальной одежде. На вопрос журналиста о повышении зарплаты медицинским работникам и развитии первичного звена здравоохранения Владимир Путин отметил, что выделено дополнительно 550 миллиардов рублей. Деньги направят на техническое оснащение, а это 10 тысяч единиц оборудования, а также закупку транспорта в количестве 37 тысяч единиц. Также правительством России приняты ряд мер, которые помогут решить проблему лекарственного обеспечения. Как отметил Владимир Путин, одно из решений – это регистрация новых цен на медицинские препараты при проведении аукционов. В ходе встречи журналистов с президентом вопросы касались работы правительства и Госдумы, также реализации национальных проектов, захоронение тела Ленина и другие. В преддверии Нового года один из журналистов предложил 31 декабря сделать выходным днем. По мнению президента, такие решения не принимаются в спешке. Необходимо провести анализ, чтобы не нанести вред огородникам, которые в мае посвящают себя дачным работам. В следующем году будет новая пресс-конференция, новая тема. И не исключено, что рекорд 2019 года по количеству зарегистрированных СМИ снова будет побит. Более подробная информация завтра в наших выпусках новостей. Анжелика Григорьева, Андрей Шоклев, Республика. Сегодня члены правительства республики отчитались о ходе реализации национальных проектов на повестке очередного заседания Совета по стратегическому развитию. Итоги работы ведомств, отвечающих за социальное самочувствие жителей региона. Что было сделано за уходящий год и какие приоритеты перед министрами расставил глава Чувашии. Подробности у Дмитрия Ковалева. У каждого из 12 национальных проектов есть контрольные параметры, на которые и должны ориентироваться региональные власти. Среди ключевых задач в работе правительства республики – рост инвестиций в экономику и снижение уровня бедности. Конечно, нужно открывать новые производства, высокотехнологичные производства, чтобы уровень производительности труда, конечно, был намного выше, чем средний по республике. И этот уровень позволит выплачивать соответствующий уровень заработной платы. Михаил Игнатьев отметил, что республика станет участником пилотного проекта, в рамках которого будут реализованы так называемые социальные контракты. Мы практически получаем уже 372,4 миллиона рублей на разные социальные выплаты. Это практически по четырём направлениям. Можно сказать, это в рамках социального контракта. Первое направление – это поддержка при трудоустройстве. Выплаты в размере 10 134 рубля ежемесячно, срок не более 12 месяцев. Второе направление – по прохождению профессионального обучения. Выплаты в размере тоже 10 134 рубля. Перед обучения до трёх месяцев. Оплата курса обучения до 30 тысяч рублей. То есть затраты на стажировку сотрудников работодателям будут возмещать за счёт бюджета. Ещё одна задача пилотного проекта – поддержка малого бизнеса, отметил глава региона. На осуществление предпринимательской деятельности после защиты проекта на районной комиссии или на уровне муниципального образования в размере 250 тысяч рублей при условии осуществления деятельности индивидуального предпринимательства не меньше трёх лет. Таким образом, жителям, чьи доходы ограничены, даётся возможность их увеличить и подняться над чертой бедности в приоритете развития медицины. По итогам реализации национального проекта продолжительность жизни в республике должна превысить 78 лет. На модернизацию здравоохранения региона, особенно первичного звена, предусмотрели порядка 19 миллиардов. В ближайшие два года будет решена проблема дефицита кадров в больницах муниципалитетов. Мероприятие – это стипендии студентам и ординаторам в размере 3 и 5 тысяч рублей, соответственно, а также выплаты на компенсацию оплаты жилищно-коммунальных услуг медицинским работникам. Крайне важная задача правительства – снижение смертности от внешних причин. Новой угрозой для общества становятся так называемые снюсы. Эксперты доказали, что количество никотина в одной дозе жевательного табака столько же, как и в трех пачках сигарет. Глава региона отметил, что органы власти должны принимать меры. И директоры школ должны говорить сейчас на родительских собраниях, сейчас вот под Новый год. Здесь добровольно, принудительно мы должны работать, используя разные инструменты, как мы фанфуриками боролись, соответственно. Потом все равно мы оказались правы. Нормой жизни должен стать спорт. В рамках национального проекта в муниципалитетах возводят уличные площадки для подготовки к тестам ГТО. Глава региона обозначил задачу продлить работу бассейнов, которые стали более востребованы за последние годы. Дмитрий Ковалев и Бахтияр Велиев, Республика. Субъекты России активно взялись за проблемы жевательных смесей. На региональном уровне принимаются решения, запрещающие продажу так называемых снюсов. В Чувашии эта смесь пока продается. Реализация ограничена возрастом покупателей 18+. Однако наркологи, органы власти и представители общественности обсуждают возможность полного запрета. Снюс пакетики со смесью, леденцы, постилки. Выглядеть они могут по-разному. Закидывая за губу чудо-конфету, современная молодежь гоняется за новыми ощущениями. И большинство из них даже не догадываются, что скрывается на самом деле за яркой упаковкой. Экстракт никотина с ароматизаторами. И концентрация никотина в этих веществах намного больше, чем даже в пачке сигарет. И очень опасно то, что вот эти снюсы не попадают под закон. Сигаретный дым, он тоже очень вредный. Это все понимают. Он постепенно всасывается. А здесь сразу никотин попадает в слизистую, в ток крови. И он не проникает в сито, которым называется наша печень, не очищается. Крепкие снюсы – это практически однократно три пачки сигарет. Ему тоже будет плохо. Что уж говорить о неокрепшем детском организме. Снюс вызывает сильнейшую зависимость. У них сразу возникать может серия судорожных припадков. То есть потому что этот никотин, он стимулирует судорожную готовность мозга. Далее появляется неужимая веселая смех, беспричинный признак дурачины. Но и соответственно возникает тахикардия. Если вот эта действительно лошадиная доза попадает к нему в организм, последствия самые непонятные. Снюс не курят. Его рассасывают. Эдакие конфеты с ароматом фруктов, ягод и со вкусом любимых напитков. В яркой упаковке они красуются прямо на прилавке. Вы продаете 7 подряд или как? 17 плюс. 18 плюс? Да, по закону. Так ли это мы решили проверить. По телефону заказываем. Снюс сильнейшего действия. В другой точке нам также свободно предложили конфету, как альтернативу вредной привычке. Этим пользуются те, кто бросил курить. А потом, когда они начинают это потекать, они потом могут это бросить? Не могу сказать ответственно на этот вопрос. Представители общественности озабочены не меньше медиков. Мода на Снюс распространяется с удручающей скоростью. У нас даже есть моменты, когда мы закупали несовершеннолетние, продавали спокойно, без табачной никотиновой смеси, в которых содержалась высокая степень никотина. Популярность безумная. Мы даже видим, что некоторые заходят в магазины, их уже нет в распродаже, потому что их искупили. Заразиться этой болезнью можно и по незнанию. Случаи обращения мне от ложку именно по причине отравления этими конфетами участились. Только за этот год таковых зарегистрировано более 20. В ходе проверок будут выявляться факты реализации указанных товаров и дана оценка законности этих действий. Особое внимание будет уделено установлению фактов розничной и оптовой торговли, указанной продукции, а также ее потребления на территории образовательных организаций. К проведению проверочных мероприятий будут приручены иные заинтересованные ведомства, а также представители общественности. Наталья Мальчикова, Бахтияр Вильев, Республика. Правительство страны запустило новое приложение госуслуги дороги. Заместитель председателя правительства России Максим Акимов представил мобильное приложение национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Получить информацию об участках дорог, включенных в программу дорожно-строительных работ, по национальному проекту может любой пользователь, установивший на своем мобильном устройстве приложение. Должны отображаться и дороги, где ремонт только планируется, но пока эти данные не вбиты. Для оценки и комментария нового сервиса необходимо пройти авторизацию через портал государственных услуг. Приложение доступно в App Store и Google Play, позволяет оставить отзыв и прикрепить фото, но нужно ввести свой логин с основного аккаунта госуслуг. В 2020 году новое приложение собираются интегрировать в основное приложение госуслуги. Наиболее вероятное место проведения парада в честь 75-летия Великой Победы в Чебоксарах площадь республики. Традиционное место Красная площадь в мае еще будет на реконструкции. Об особенностях празднования и юбилейной даты говорили на заседании рабочей группы в ДАОМе правительства. До 75-летия Великой Победы осталось чуть больше четырех месяцев, так что подготовка уже идет. Первое, что необходимо сделать, уточнить, кому из ветеранов и какая помощь необходима. Их в республике остается все меньше. На данный момент всего 11 тысяч 32 человека. Проведена проверка условий жизни всех ветеранов войны, до воинов Великой Отечественной войны, нуждающихся, принимаются на социальное обслуживание. Прошедшим летом Владимир Путин учредил медаль в честь предстоящей юбилейной даты. Ею наградят участников войны, тружеников тыла, бывших несовершеннолетних узников концлагерей. 10 700 экземпляров уже поступили в республику. В списке награждаемых готовы, сейчас их еще раз проверяют. Главное, участь всех отметил председатель кабинета министров республики Иван Маторин. Вручать медали начнут в преддверии праздника. Что касается торжеств столиц республики, запланированы все традиционные акции. Парад дошколят, чистые окна, георгиевская ленточка, конечно, бессмертный пол, количество участников которого увеличивается с каждым годом. Ключевое мероприятие Парад Победы сменит место проведения. Красная площадь еще будет на реконструкции. А так как асфальт на ней заменен другим покрытием, то прохождение тяжелой техники будет нежелательно и в дальнейшем. Мы предлагаем сегодня утвердить и поддержать нас в нашем предложении провести парад на площади республики. Центральное место это будет площадь республики, где стоит памятник Ленина. Технику, которая занимает около 600 метров, мы предлагаем расставить по улице Карл Маркс в сторону Дома торговли. Площадь республики самое вероятное место проведения парада. Однако рассматриваются и другие варианты. Площадка перед ДК Хузангая, Певческое поле, Театральная набережная. У каждого из вариантов свои нюансы. Принять решение и провести репетицию планируется ближе к апрелю. Кто такой донор и как им стать? Специально для школьников республиканская станция переливания крови проводит экскурсии. Их организаторы – авторы проекта «Доноры крови Чуваши». Что запомнилось школьникам, расскажет Юлия Важенина. Это у нас аппарат для вирусной активации. Система фотообработки плазмы называется. Для чего нужен этот аппарат? Как берут кровь и какие существуют виды донаций? Специалисты станции показали школьникам весь путь донора. От регистратуры до зала забора крови. И даже развеяли все мифы о сдаче крови. Быть донором значит не только помогать людям и приносить пользу обществу. Это полезно и для самого добровольца. Если донор постоянно к нам приходит, то организм его тренируется. И в экстренных ситуациях, чрезвычайных ситуациях, если не дай бог будет кровопотери, то организм тренированный донора уже справляется с этой ситуацией гораздо легче. Обновляются клетки крови, омолаживается организм. Я узнала очень много нового о донорстве, о проекте, который проводится в Чувашии. И, скорее всего, в дальнейшем я буду тоже приходить сюда. Это нужно для помощи другим. То есть мы должны думать не только о себе, но и о близких, и о других людях. Но существуют и противопоказания. В их числе определенные болезни, недостаток веса и несовершеннолетний возраст. Витя Тарабаркин пока не может быть донором. Ему нет еще 18-ти. Но уже мечтает встать в ряды добровольцев. У меня отец сдавал кровь, у него есть значок. Его сестра сдавала кровь. Я тоже в будущем буду сдавать кровь. Проект «Доноры крови Чувашии» существует в республике 9 лет. Два года он получает поддержку фонда президентских грантов. За это время количество участников значительно выросло. Кстати, руководитель проекта Дмитрий Кашеваров сам сдавал кровь уже 57 раз. Польза проекта в том, что в первую очередь идет омоложение среднего возраста донора. Плюс более широкий охват вообще в принципе. Очень надеюсь, что в этом году мы достаточно сильно превысим общее количество доноров за прошлые года. Ну и, конечно же, это помощь самой системе донорства крови в республике, чтобы она оставалась надежной, чтобы все рецепиенты, которые нуждаются в донорстве крови, получали кровь или ее компоненты. Только за прошлый год через станцию переливания крови прошли 19 тысяч человек. Благодаря таким проектам количество доноров растет быстрыми темпами. Юлия Важенина, Борис Андреев, Республика. В Чувашии завершился образовательный проект по программе «Азбука предпринимателя» для школьников и студентов. В течение месяца под руководством старших наставников ребята разрабатывали бизнес-проекты. Победителя и автора самой интересной и жизнеспособной идеи наградили в Новочебоксарской гимназии номер 6. 332 участника из 9 школ республики. Самые разные бизнес-проекты. От открытия развлекательных центров до оплеснения морской воды. Таким стал проект «Азбука предпринимателя» для школьников при поддержке Министерства экономического развития республики и республиканского бизнес-инкубатора. «Азбука предпринимателя» рассчитана на формирование предпринимательского мышления у молодежи, в результате которого ученики и слушатели подготавливают и разрабатывают свои бизнес-проекты и подают уже на конкурс «Лучший бизнес-план». В результате конкурса было подано 32 заявки от учеников различных школ, где мы проводили обучающий курс. По решению конкурсной комиссии победителем стал ученик Новочебоксарской гимназии номер 6 Андрей Дмитриев. Он предложил открыть в родном городе центр «Светлячок». Днем это роллер-дром, площадка для катания на роликах в закрытом помещении, а ночью после несложной трансформации – ночной клуб. Специалисты отметили данный проект, во-первых, за эффективное использование площади, что сокращает издержки, во-вторых, за детально проработанный финансовый план. Кроме того, развлекательная тематика очень актуальна для гордых химиков, где сейчас не осталось даже кинотеатра. Вначале с отцом сидели, разговаривали о наших бизнес-проектах. Он меня подтолкнул на идею о развлекательном центре, а все остальное уже дорабатывал сам. Просто я думал, что можно сделать более актуального и интересного, чтобы он был не просто развлекательный центр, который полнополный у нас в России, а чтобы была какая-то изюминка. А замбизнеса чувашских школьников учили в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержку индивидуальной предпринимательской инициативы. Продолжится проект уже в следующем году. Ольга Пырочкина, Маргарита Мельникова, Андрей Спиридонов, Республика. Сегодня в Чувашском госуниверситете открылся центр дополнительного образования «Дом научной коллаборации» имени ученого Сергея Абрукова. Здесь школьников и студентов научат создавать роботов, беспилотники, компьютерные программы, словом, воплощать в жизнь идеи. «Дом научной коллаборации» сокращенно ДНК – это своеобразная школа будущего. 3D-моделирование, нейронные сети, биохимическая инженерия – вот направления, которые будут наиболее актуальны в ближайшие 5-10 лет. И уже сейчас ученики центра имеют возможность вложить знания в свое перспективное завтра. «Дом научной коллаборации» создан в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». Его резидентами стали более 400 человек. Если посмотреть на молодежь, то сейчас уже посмотреть изнутри на те будущие профессии, специальности, которые так востребованы экономикой Чувашии, не только в своей жизни, но и в будущем. 2020 год станет юбилейным и для наших соседей. Республика Татарстан также отметит столетие со дня образования. Этому событию посвятили межрегиональную выставку произведений художников Чувашии и Татарстана с символичным названием «На веки вместе», которое открылось сегодня в Национальной библиотеке. Чувашии и Татары не просто соседи на карте. Истории этих народов тесно переплетаются уже много столетий. Добрососедство наложило отпечаток на обычаи и культуру обоих народов. Мы решили художниками объединиться и показать современное творчество художников в живописи, в других видах искусства. И вот эта выставка у нас будет первая, которая начинается в Чебоксарах и потом дальше продолжится уже в Республике Татарстан. Главная задача экспозиции – показать роль искусства в сближении народов. Язык творчества не имеет границ и является самым универсальным способом межнационального общения. И наши художники, совместно художниками Чувашской республики, создали прекрасную выставку. Здесь можно видеть душу двух народов. Всего на выставке представили более 110 произведений в различных жанрах и техниках. Богдана Дойникова, Татьяна Раевская, Бахтияр Вилеев, Республика. Детский хоккей на взрослом уровне. В Чувашии стартовал республиканский этап всероссийского турнира «Золотая шайба». В течение трех месяцев за победу на льду будут бороться около 900 юных хоккеистов. Из всех районов региона. На первом матче побывала наша съемочная группа. Неожиданные передачи и хитрые маневры. Опасные столкновения и непредвиденные падения. Хоккейные страсти плавят лед буквально сразу после первого вбрасывания шайбы. Клюшки скрестили юные хоккеисты двух новочебоксарских команд. «Спутник-1» и «Спутник-2». Ошибка в передаче, опасный момент. Гол. 1-0 в пользу первых. Впереди еще два периода по 15 минут. Соперники как вообще знают? Нормально. Не так сильно, как мы, но нормально. Мы техничнее, быстрее. Все, спасибо, у нас вперед. В гонке за шайбой мальчишки 8-10 лет выкладываются по полной. Гонят вперед и трибуны, болельщики, родные и близкие хоккеистов. Очень напряженная игра. То есть дети играют на равных, по сути. Ворота соперников мальчишкам «Спутника-1» удалось поразить пять раз. «Спутник-2» оказал должное сопротивление и даже забил один гол. Но серьезного натиска выдержать не смог. Бегать туда-сюда. Ну, сложно. Сложно. Что помогло забить гол? Просто. Ой, товарищи помогли. Товарищи. Соревнуются ребята в трех возрастных группах. Младший, средний и старший. Сначала проходят муниципальные, республиканские этапы. Затем всероссийские финалы. Весь хоккей начинается, что в советские времена, что сейчас, наверное, все-таки золотой шайбы. Вот в первую очередь это дисциплинирует ребят. Ребята живут на своем спортивном режиме. И мы знаем, что у нас многие ребята, которые играют и в хоккейном клубе «Чебоксары», и в других регионах за хоккейной клубы высшей лиги, свои первые шаги делали именно в золотой шайбе. Победителям расслабляться некогда. Впереди жаркие баталии. Финал золотой шайбы пройдет в конце марта. Рифат Фадкулин, Борис Андреев, Республика. Это все новости к этому часу. Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова